Вот она, первая книга в России, которая в интересной форме рассказывает о героических поступках маленьких жителей страны. За время существования интернет-проекта «Подвиги обычных людей» набралось порядка 8 тысяч подобных рассказов, но в бумажный формат включили всего 30. Иногда подвиг обусловлен какими-то географическими особенностями региона. То есть у нас мальчик из Ингушетии, например, спас 8 младших братьев и сестер от селевого потока. То есть такая история вряд ли могла бы случиться в каком-то другом регионе. И мы старались выбирать подвиги максимально разноплановые. Все истории переписаны в жанре сказки, чтобы быть максимально интересными и понятными даже самому маленькому читателю. Заключаются моралью и своеобразной инструкцией, как действовать в подобной ситуации. Главными действующими лицами стали и дети из Мордовии. Лиза Кияйкина в числе спортсменов-биатлонистов летом 2018 года спасла 70-летнего мужчину, которого внезапно в Севинских лесах настиг инсульт. Уверена, своим примером может изменить отношения людей друг к другу. Когда человек видит, что люди способны на это, он тоже хочет совершать такие же подвиги, и он старается тоже помочь кому-то. Еще одну сказку посвятили подвигу Кирилла Кимайкина, который спас из огня маленькую сестру. В своем выступлении юный герой сказал. Я пожелаю никому никогда не попадать в такие ситуации, как я. В любой ситуации надо думать не только о себе, но и о тех, кто младше и слабее тебя. На работу над книгой авторы потратили около года. Работалось легко, потому что каждая история вдохновляющая. Вся суть проекта отразилась в обложке. Из маленьких героев, как правило, рождаются профессионалы своего дела. Теперь ее можно почитать в Пушкинской библиотеке, а в школах ее изучают на уроках ОБЖ. И это не финал проекта. Уже сейчас той же командой работают над вторым томом такого важного для подрастающего поколения сборника. Сезон Лашин, Александр Зюзяев. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова